Военно-патриотическая экспедиция «Связь времен и поколений» с участием ивановских кадетов прошла на отлично. Такую оценку дал путешествие руководитель регионального отделения Русского географического общества Олег Волынкин. За все время поездки по местам боев русского народа детям не было сделано ни одного замечания. Она получилась, она удалась. Достигнута цель, выполнены поставленные задачи. Мы прошли по территории Белоруссии, по территории России. Мы вспомнили годы Отечественных войн 1812 года, 1941-1945 годов. Мы побывали в Полоцке, мы побывали в Клястицах, мы побывали в Рассонах, мы побывали в Бобруйске, Смоленске, Велиже. Можно перечислять географию бесконечно. Участники экспедиции отметили, что в каждом без исключения городе им был оказан очень теплый и радушный прием. Через все населенные пункты кадеты принесли флаги России, Белоруссии и города Иваново. К памятникам и мемориальным комплексам ивановцы возложили венки. Многим запомнилось посещение территории бывшего концлагеря, где в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы брали у детей кровь для лечения солдат. Мурашки аж по телу бывали, когда там был постамент такой, как стояла женщина очень утащенная и как бы у нее не было сил. И там очень письмо было волнующее. И как девочка, ее маму расстреляли. Одному из кадетов эта военно-патриотическая экспедиция запомнится особо. В Белоруссии на месте боев за Полоцк в списках имен, высеченных на мемориальном комплексе, мальчик нашел фамилию своего прадеда. Как ни странно, но и фамилия Кутузов. Как у Михаила Илларионовича мы все шутили. Ты случайно не дальний родственник того Кутузова? Нет, однофамильцы. И такие же вещи были с другими детьми. Еще одним ярким впечатлением, по словам участников экспедиции, стало посещение Бородинского поля. Просмотреть мемориал вблизи у ребят не получилось, так как неподалеку от него обнаружили неразорвавшуюся мину. Символично, что в год 200-летия с момента нападения Наполеона война вновь напомнила о себе. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова